Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Канал Иванова Наука дает советы по садоводству и огородничеству не только простым огородникам и садоводам, но также и разнообразным блогерам, в том числе профессиональным. Они замечательно распространяют рецепты с моего канала, делая эти советы доступными для широкого круга любителей и профессионалов огородного дела. Однако есть один рецепт, который почему-то не распространяется так широко. Блогеры о нем почему-то не говорят. При этом он очень-очень эффективный и очень-очень мощный в восстановлении и поддержании растений, находящихся в стрессе, в том числе рассады, которая почему-то загрустила или была пропекирована и немножечко привяла, не хочет хорошо расти. Совет очень простой, рецепт чрезвычайно доступный. Запомните его и пользуйтесь им каждый раз, когда вы видите, что вашу рассаду надо прибодрить. В основе моего рецепта находится янтарная кислота, энергетическая подпитка и мощный антистресс для растений. Мне понадобится на 1 литр воды 1 таблетка 0,1 грамма. Для лучшего растворения таблетку лучше предварительно растереть, а тогда она растворяется практически моментально. Вторым компонентом является нашатырный спирт 10%. На 1 литр нам понадобится всего-навсего 1 мл 10% нашатырного спирта. Как видите, количество всех действующих веществ очень небольшое. Благодаря этому подкормка является очень доступной, и вы можете ее легко использовать при необходимости каждый раз, не задумываясь о каких-то больших затратах. Переливаем раствор в опрыскиватель и опрыскиваем рассаду с дождеванием, с пробрызгиванием земли, рассаду, которая загрустила или которая будет пикироваться в ближайшие несколько суток, а также рассаду после пикировки для лучшего ее приживления на новом месте. Этот же раствор отлично пойдет и для опрыскивания и дождевания рассады после посадки на постоянное место. Кроме того, этот раствор очень хорош, когда вы занимаетесь закаливанием вашей рассады. Пожалуйста, хотя бы раз в неделю делайте обработку таким сукцинатом аммония, именно так называется действующее вещество этой подкормки. Оно получается в результате реакции. И делайте обязательно во время закаливания хотя бы раз в неделю. И ваша рассада будет в самом полном порядке. Что ж, она действительно очень мощная и действительно очень помогает. Как бы блогеры не скрывали этот секрет успешной рассады, я его вам все равно напомню и раскрою. До скорой встречи!